МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. Осень напоследок решила порадовать нас теплыми зиньками. Ну а мы постараемся порадовать вас своими сюжетами. Ну что ж, а начнем мы нашу программу с самых заметных событий в культурной жизни нашего города. К примеру, в Кремле открылась новая выставка, на которой вы можете узнать, что такое страховые доски и для чего они были нужны. Основным направлением страховой защиты в Российской империи еще сотню-другую лет назад было страхование от пожаров. Вместе с полисом владельцы застрахованного от огня имущества получали специальные металлические таблички с названием и логотипом страхового учреждения. С 1827 года эти таблички стали именоваться страховыми досками. Выставка страховые доски Российской империи посвящена таким интересным и редким предметам, ушедшим от нас в старины, как страховым табличкам, которые раньше висели во множестве на домах, застрахованных различными страховыми компаниями от пожара. Данная практика пришла к нам из Англии с XVII века. Постепенно она перешла на Западную Европу и в 1827 году она дошла до нашей Российской империи. Страховые общества и земства изображали на досках гербы тех территорий, на которых они работали. А вот акционерные компании часто изображали на своих досках фирменные знаки, несущие порой в себе глубокий смысл. Символы можно расшифровывать, пытаясь прочитать, что же они означали. Страховое общество Москва интересно тем, что страховое общество образовалось в 1888 году, а обанкротилось в 1893 году. Соответственно, за это время было малое количество страховых случаев, то есть людей, застрахованных в этом обществе, и, соответственно, оно успело повесить очень мало данных досок, в отличие от тех компаний, которые функционировали больше 30-40 лет. Страховые доски крепились на доме или у входа в квартиру и служили рекламой страхового учреждения, одновременно подтверждая высокий статус владельца имущества. Человек приходил в страховую компанию, подавал заявление о планируемой страховке строения, описывал его, какой материал постройки, какая крыша. Ему, соответственно, выдавался полис страховой и, как дополнение к этому полису, металлическая табличка, которая должна была быть размещена на самом видном месте здания. Выставка «Страховые доски русских страховых обществ 19-20 века» составлена из частной коллекции Александра Дударева. Она посвящена предметам, которые некогда были привычным элементом уличной среды любого губернского или уездного города, а теперь стали артефактами ушедшей эпохи. После того, как грянула Октябрьская революция, в 1918 году все компании были национализированы, и появилась монополия госстраха, которая, в свою очередь, продолжила традицию размещения на фасадах домов страховых досок, однако они были менее красочными, был меньший спектр их по форме, по размеру, и к 80-м годам 20-го века данная традиция полностью сошла на нет. Александр вот уже несколько лет собирает доски в Рязани, Пензе, Владимире, других городах, иногда едва успевая спасти очередной экземпляр перед сносом ветхого дома родом из прошлых столетий. В 2010 году на здании, которое находится на улице Вокзальной, я нашел первую страховую доску взаимного земского страхования Рязанской губернии. Я сначала ее хотел оставить до лучших времен, потом снять, но все-таки вернулся спустя час к ней, снял, а через три дня дом снесли. И у меня как бы уже не возникло сомнений о необходимости сохранения данных предметов. Некоторые из 70 досок, которые можно увидеть на выставке в Кремле, выставляются впервые, некоторые и вовсе уникальны. Экспозиция ждет посетителей до конца ноября. Не пропустите. Я бы вот с удовольствием сходила в кино, сто лет уже не была. Посмотрела бы сказку или фэнтези хорошую. Что-то вроде Тора. Да. Ты смотрела? Еще. Тебе понравилось? Еще как? Ну тогда, я думаю, тебе стоит сходить на Тор 2. Совсем недавно прошел предпремьерный показ в кинотеатре Киномакс. Фильм Тор, основанный на одноименных комиксах, издательство Marvel Comics на экранах российских кинотеатров, появился в конце апреля 2011 года. Фильм имел огромный успех, и все с нетерпением ждали его продолжения. И вот Тор 2 наконец-то выходит в прокат. Я считаю, что этот фильм, конечно, в основном интересен молодежи, людям, увлекающимся разными боевыми искусствами, читающими комиксы и фантастические фэнтезийные книги. Я считаю, что это основные любители фильмов такого рода. Ждать осталось недолго. Уже 7 ноября вся Россия узнает о новых приключениях молодого бога. Ну а увидеть премьеру на неделю раньше в нашем городе смогли зрители кинотеатра Киномакс. Мне кажется, когда ты смотришь фильм в премьерном показе, ты как-то можешь потом покрасоваться перед друзьями, например, что ты посмотрел уже, а они еще нет. Рассказать им, что фильм интересный, они тоже смогут пойти на него. Увидеть ожидаемую киноновинку раньше других, в большинстве своем пришли те, кто, посмотрев первую часть, с нетерпением ждал очередных завораживающих приключений Тора. Первую часть смотрели? Да, смотрели. Какие у вас впечатления остались после просмотра? Крайне положительные. Фильм замечательный. А чего ждете от второй части? Я даже не могу сказать. Что-то экшен какого-то. Фильм очень мощный, мне кажется, и вторая часть будет, мне кажется, даже еще мощнее, чем первая. Я думаю, что это не самый лучший, конечно, фильм, который могли бы снять Марвел, но я думаю, что он не уступает большинству. Я считаю, что в нем, наверное, интересный сюжет, мне очень нравятся главные герои, и, в принципе, от этого фильма я жду, что он будет таким же впечатляющим по размаху, по спецэффектам. Предпремьерные показы в Киномаксе зрители любят еще и потому, что это всегда маленький праздник, который сотрудники кинотеатра каждый раз организуют с фантазией. Так, например, в этот раз сам Тор удостоил всех пришедших на премьеру своим вниманием. Он задавал каверзные вопросы о своих приключениях, и самые активные получили памятные подарки из рук скандинавского бога. Я считаю, что это подготавливает человека к восприятию фильма, потому что вот это представление, оно создает такую уютную атмосферу, я не знаю, наверное, даже дружескую, и люди, они воспринимают фильм, наверное, ближе. Он им начинает больше нравиться. Ну, как бы, вот, например, сейчас ты как будто бы с главным героем только что поговорил. На этот раз викториной и угощениями сотрудники Киномакса не ограничились. Уже в зале, прямо перед просмотром, было устроено настоящее шоу. В непосредственной близости от зрителей Тор сражался со своим главным противником из первой части фильма – собственным братом Локи. Но так как второй Тор – это, безусловно, интригующий сюжет, никто не знает, что там будет дальше, что будет дальше в этом фильме. Мы попытались немножко приподнять завесу тайны, намекнуть главное о том, что с Тором все будет хорошо, что он будет жив, что он, как всегда, совершит какой-то подвиг ради человечества. Это мы попытались сегодня показать с помощью наших артистов. Реалистичный бой сменило световое шоу, и уже после этого зрители в прямом смысле этого слова погрузились в сказочный мир богов и смогли почувствовать себя участниками удивительных приключений Тора. Ведь фильм с подобными спецэффектами в формате IMAX – это не просто картина, это событие, разворачивающееся в непосредственной от вас близости. Скандинавская мифология и сказания – это, конечно, очень здорово. Но неплохо было бы не забывать и наши искольно-русские традиции и культуру. Вот ты знаешь, именно такой целью еще 20 лет назад задались создатели Центра детского творчества «Оберег». Там в гостях у ребят побывала наша съемочная группа. В Центре рязанских народных промыслов «Рязанский оберег», несмотря на хмурую осеннюю погоду, как всегда, светит солнце. Да не одно, а десятки. И сегодня в их солнечной семье прибудет мальчишки и девчонки, осваивая искусство лепки из глины, создают свои оригинальные солнышки. У каждого оно получится непохожим на изделие соседа. Глаза, носик, щечки и, конечно же, орнамент – все это дети делают не по шаблону, а так, как чувствуют. Я стараюсь дать им свободу творчества, потому что в школе на них и давят. Дома их родители все время как-то вот, да, стараются к чему-то подвести. Очень много давления на ребенка в современном мире. А здесь, пусть они не сделают работу очень хорошую, красивую, но они выкладываются полностью, они получают это в удовольствие. А самовыражение – вообще это самая главная творческая какая-то идея. И преподаватели, и дети отмечают, что глина – материал удивительный, живой. Мало того, что в процессе лепки у малышей развивается мелкая моторика, и глина является еще и природным релаксантом. Может быть, поэтому работа с ней вызывает такую восторг у детей. Мне вот нравятся всякие узоры придумывать, налипные что-то делать, раскатывать что-то, лепить, рисовать на глине всякими узорами, обрисовывать, потом это все красками расписывать. Мне этот весь процесс придумывания, все вот это вот нравится. Маша занимается здесь уже 4 года. Удивительно, что эту малышку не родители привели сюда, она сама захотела заняться именно лепкой. Я вот как увидела это место, я спросила маму, что это вот за место, она мне ответила, что там учатся лепить из глины. Я захотела попробовать и научиться как бы искусству глины. Здесь ребята лепят самые разнообразные игрушки. Это фигурки людей, животных, сказочных персонажей. Все изделия дети обязательно расписывают гуашью. А в таких сложных процессах, как обжиг и роспись глазурью, они, конечно же, не участвуют. Этим занимаются преподаватели. Пожалуй, именно таким профессиональным подходом к созданию глиняной игрушки Центр «Рязанский оберег» отличался с самого момента создания, 20 лет назад. Есть у него еще одна отличительная черта. Здесь изучают исконно русские традиции. Именно это и видит в своей главной задаче директор Центра Ольга Шустина. Наш Рязанский край очень богат. Надо было просто найти, объединить и очень адаптировать понятным языком для любой категории детей, маленьких, больших, бабушек, дедушек, особенно детей, очень кратко и емко рассказать, чем богата наша Рязанская область. И почему надо сохранять рязанские корни. Все очень просто, как у хорошего дерева. Представляете, стоит могучий дуб вековой. Взяли к нему бульдузеры, подкопали ему корешки, погиб. То есть надо беречь корни, чем мы и занимаемся. Особенно сейчас вот такую вот, ну буквально, эпоху очень мощной эмиграции. Просто детям ни в коем случае нельзя забывать наши традиции. Они должны помнить, что они хозяева своей земли, своего наследия. Начиналось все именно с глиняной игрушки. Но сегодня в Центре работают по множеству направлений. Это и вязание, и бисероплетение, академическое рисование, хореография, вокал – всего не перечислить. У нас неважно, что игрушка, бисер, вышивка, ткачество, рисование или еще. Это как средство общения, как семечки погрызть и при этом что-то поговорить. На самом деле, знакомство с культурой. Ну, представьте, у нас дети занимаются здесь по 11-12 лет. Вот так приходится 4 лет. И так пока университеты не уйдут. И постоянно нам интересны. Вот, потому что мы общаемся, потому что мы потихоньку-потихоньку начинаем понимать, насколько глубока русская культура, насколько любая песня. У меня дети приходят, начинают там что-то такое напевать. Я говорю, ну вы только вслушайтесь, там же идут корни чисто фольклорные. Вот они, пожалуйста, разные направленности Центра. То есть, неважно, вокал ли это, хореография, прикладное искусство, реконструкция родного доспеха или изучение исторического какого-то фехтования. Вот, все это очень необходимо. И все это понятно, все это строится на этно-художественном воспитании. В центре существует и свой собственный музей. В нем представлены не только удивительные работы воспитанников Центра, выполненные в различных техниках, но и образцы прикладного искусства со всей России и даже зарубежных стран. Кстати, сувениры, которые создаются в стенах этого Центра, тоже путешествуют. На сегодняшний день с ними знакомы примерно в 40 странах мира. Такой обмен возможен благодаря различным международным выставкам и фестивалям, в которых участвует Рязанский оберег, а также зарубежным гостям, которые частенько заезжают в Центр. Очень много же к нам приезжает сюда гостей. И французы, и японцы дважды приезжали, и американцы приезжали. Я хочу сказать, вот американец был, ну чудесно. Я его спрашиваю, а почему второй раз приезжаете сюда, в Россию, и опять к нам? Вот, хотя не в Рязань приезжает-то. А он говорит, у нас все есть. У нас вот этого ничего нет. То есть духовности не хватает. И так приятно это слышать от иностранцев. Пробыв пару часов в этом центре, начинаешь понимать иностранцев, стремящихся заехать сюда. Здесь царит настолько удивительная теплая атмосфера, что сюда хочется возвращаться снова и снова. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю. В калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин